Женка по рассказу Антона Павловича Чехова, жених и папенька, исполняют воспитанники третьего курса, в опоке в семье Ким Илья и Смирнов в диаметре. Так, что же у нас сегодня? Чехов, известный юморист. Ну что ж, начнём. А-а-а, здравствуйте, здравствуйте, я слышал, вы женитесь, и когда же мальчишник справлять будет? Да кто это у вас такое, когда зло, вы счёте, это? Что вы, что вы, по вам, видно, что вы у Кандрашкиных вечерами бываете с Настей, туда-сюда, туда-сюда, под ручку ходите, ну, ну что, вы думаете, мы про вас ничего не знаем? А мы вас, мы спросим, едем, и всё про вас знаем. Каждое-то я им такое сказал, уже десятый, всё подходит. Чего они взяли, того, что у Кандрашкиных обездают, или того, что с Настейкой под ручку кашу? Не, пора прекращать эти толки, а то люди сженят на нафиг мы. Дальше же пойду и поговорю с этим Кандрашкиным, чтобы не надеялся, плохо. Так, кого это принесло? А-а-а, Петру Петровича, как же мы можем? Ангелы мы соскучились. А Настенька пошла в Кусеву, сейчас она придёт через минутку. А-а-а, я не подолгаю, и не в Настасье перилами-то, а мне с вами поговорить нужно, понимаете? О чём это вы собираетесь со мной говорить? А-а-а, чего это вы так скрунфузились, милаша? Впрочем, знаю. Молодость, молодость, Пётр Петрович, дело зелёное, молодое. Давно пора. Впрочем, наговорят, некоторым образом, дело видите, вот в чём. Уезжаю я там. Как уезжаете? А-а, уезжаю, вот и всё. Подборите, вы посмотрите в вас на бесцептительство. Ваши дочери такие милые, хорошие. Никогда не забудут днень, когда я делаю с ними. Позвольте-с, я не совсем вас понимаю. Как это вы уезжаете? Ну, конечно, каждый человек может выезжать, куда хочет, в этой жизни. Я бы сам уехал. Мне кажется, вы отвиливаете от своих самых прямых обязанностей. Ну, как это я отвиливаю? Я не отвиливаю. Что, Кирилл Васильевич? Как это не отвиливаете? Ходил сюда целое лето, ел, пил, обнадёживал, с девчонками лясы точил до утра. И на тебе, уезжаю. Ну, ведь я не обнадёживал, что я тебе, украшиваю, что вы. Конечно, предложения ты не делал. Женихом, наверное, стать не собираешься. Но к чему клонились все твои поступки? Только к тому и клонились. Ел, пил, обедал. А ты думаешь, если бы ты не стал бы моим зятем будущим, стал бы я тебя кормить, поить? Да никогда в жизни. Извольте делать предложение. Иначе это... Кирилл Васильевич, очень хорошая, милая девушка. Но вы не сошлись в гарантию людей, взглядами. А-а-а, теперь они взглядами не сошлись. А где же такое было выдано в жизни, чтобы жена на мужа взглядами была похожа? Ну, как придумают, какую теорию, даже меня в жар бросило. Жена, она никак на мужа взглядами не похожа. Никак. Мостовая пока новая, на ней ездить вообще нельзя. А вот побейте-то немножечко, чуть-чуть. И тогда милости просит. Делать предложение, Пётр Петрович. Так-то оно так, но... Но я не достоин, кстати, Кирилловны. Достоин, достоин, Кирилловна, Кварий. Вы же не знаете всех моих недостатков. Ну, я... Я пьяниц-то. Никогда пьяным не видел. Никогда. И к тому же молодёжь, она вообще не может не пить. Сам был молод. Я любил. Я наполню. Нет, такой цветок и забоем. Не поверю. Никогда. Мало того, что я запоймин, когда я... А я ещё и взятки беру. Вот так. Я милаша. Эко не видел. Кто ж их не берёт? Так, послушайте, Кирилл Владимирович. Ну, не могу я на ней шениться. Пока не узнаю решение твоей судьбы. Дело видели. Вот всё. Я создаю... Под судом. Сорок трапу. Под судом. Да, эта девчонка совсем может пропасть. Нам много задолжали. 144 тысячи. Боже мой! Какая сумма! Дело ведь Сибирью пахнет. Так же девчонка не за грош может пропасть. Не за грош. Ну, Петр Петрович, конечно, тогда... Ну что же, какая свадьба может быть? Я тоже так. Я вам об этом и думал. А впрочем, Петр Петрович, постойте. Постойте, Петр Петрович. Верни, садитесь. Если Настенька вас любит, то она с вами поедет в Сибирь. Какая же это такая любовь? Если она не жертва. Любовь это жертва. И поэтому поедет она в Сибирь. Да и к тому же Томская эспархия богатая. Сибирь, край хороший. А что здесь в центре делать? Я бы тоже поехал. Не могу. Жена, дети. Но ведь это еще не все. А меня еще и до подлог судить будут. Да все равно ладно наказать. Вы не приведете меня вдоль? Так, послушайте, Кирилл Петрович. Не доставляйте меня раскрывать то, что доставляет тайну всей моей жизни. Да, не желаю я узнать ваших тарах. Нет, не желаете. Слышать не хочу. Когда вы узнаете, кто я, то вы отшепнетесь от меня. Делайте им вовсе все. Я, я, я беглый дивидорист. А, кого пригрел я на груди? Ой, не забыл. Чтоб мои глаза тебя не видели. Ты должен был быть. Кирилл Петрович. Впрочем, подожди. А вот до сих пор тебя почему еще не поймали? А трудно меня поймать. По чужой фамилии живу. Ах, да и как ты теперь всю жизнь так по чужой фамилии проживешь? Ты уже, наверное, покаялся. Честный человек. Так и будешь до старости. Садись, дорогой. Жив. С большой, хорошей семьей. Ну и что? Тут Милкина бросила в пот. Врать дальше берегово-сенименалиста было уже не было. Он уже готов был бежать, не мотивируя своих действий. Но вдруг ему в голову пришла мысль. Кирилл Трофимович. Да, Петр Петрович. А ведь я вам еще не все сказал. Дело, видите ли, в чем? Ведь я, я ведь сумасшедший. Не верю. Сумасшедшие так многих, что не рассуждают. А стало быть, не понимаете, когда говорите, что сумасшедшие бывают сумасшедшие лишь в некоторые времена, а в остальные дни они, как обычные люди, и их ничем не отличишь от других. Шарлатан. Не верю. Я вас видительство предоставлю. Видительство поверю, а теперь нет. Да, тогда ждите через полчаса и я принесу вам предельство. Хороший, сумасшедший. Порфирь! Чаю! Где ты ходишь в порфирь? Чаю давай! Мир, подголовный, распись! Сколько раз тебя хранить можно! Сделай, сделай! И всю жизнь только отличаешь! Лечиться надо! Друг, друг, послушай, друг! Выручай меня! Меня! А кому дать хотят, понимаешь? А? Кому принес? Какой? Кому? Причем? Чего ты жили меня, хотят? А я не хочу, понимаешь? Я придумал такой некоторый гавритовский прием. Ну, сумасшедшим брать-то, вот броняется. Вот я прикинулся к сумасшедшим. Только вот что проблема. Гравочка мне должна, что я сумасшедший. А, значит, жениться не хочешь. Не, не, да какие, конечно, не сумасшедшим. Тогда не дам мне тебе справку. А в самом деле, кто жениться не хочет, тот нормальный человек. А вот когда захочешь жениться, тогда и приходи. Тогда понятно будет, что ты сумасшедшим. Кошмар. Женюсь все на ней. И дело с картофелью. У меня их еще шесть. Музыкальная композиция на русскую народную песню барыня исполняет воспитанники 3-го курса Катуров Максим, 2-го байкурса Посечук Александр и воспитанница 3-го класса Регинского отделения Евсюкова Мария. Глава. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...